Прикладной математики До этого очень большой вклад внес Калмогоров. Крылов в 1940-х годах первые серьезные достижения получил в этой области. И потом уже в 60-х годах, начиная с 60-х годов, довольно интенсивно стала именно математическая часть развиваться. И там действительно были изучены разные отображения, разные теоремы, которые, скажем, может быть, с точки зрения физики не особенно бывают, понятно, как их интерпретировать, но тем не менее, какие-то точные результаты там были получены. Но, разумеется, главная сложность во всей этой деятельности состоит в том, что речь идет, по сути дела, о получении неустойчивых решений в нелинейных уравнениях. Ну и это, соответственно, намного сложнее, чем решение систем линейных уравнений, которые тоже достаточно больших размеров могут быть очень нетривиальны. Но вот в случае нелинейной динамики, это результаты, которые, скажем, в 70-х, 80-х годах, это солитоны, это всевозможные локализованные состояния, которые тоже могут иметь в том числе прикладное значение. Например, уединенная волна в океане, это, может быть, источником больших бедствий. Но, кажется, я вернусь к сегодняшней теме, немножко, так сказать, скажу слов о, собственно, больших флуктуациях. Почему, собственно, к ним был интерес, чем был вызван к ним интерес и, собственно говоря, что, собственно, мотивировало изучение этих больших флуктуаций. Дело в том, что вопрос о том, что является, скажем, наша Вселенная, это достаточно неоднородное состояние. И когда в конце 19-го века люди поняли, что есть второй начало термодинамики, то есть возрастание энтропии, то возникло, в общем-то, некое утверждение, что всех нас ждет так называемая тепловая смерть. То есть речь идет о том, что если энтропия способна только расти, то тогда, как говорится, с течением времени вся наша Вселенная будет стремиться к некоторому равновесному состоянию, в котором не останется никаких структур, в том числе обеспечивающих наше существо в армии. Но, правда, наступление этой тепловой смерти близко, так сказать, не ожидалось, но, тем не менее, вопрос возник, чисто, может быть, пока на философском уровне, но, тем не менее, он действительно стал достаточно серьезно. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что Вселенная из чего-то образовалась, с другой стороны, мы знаем, что есть термодинамика, которая неумолимо должна обеспечить равновесное состояние в качестве конечного. И, собственно говоря, возникли вопросы, собственно, почему мы получились, откуда-то возникли, либо начальное состояние было значительно менее порядочное, либо какие-то другие причины. Но потом, когда люди поняли, что помимо термодинамики есть еще глобальные, скажем, механические процессы, например, джинсовская неустойчивость, которая, в частности, выражалась в том, что межзвездная пыль благодаря силам гравитации может слепаться в небесные тела, которые, в некотором смысле, становятся более организованной структурой, и, собственно, на них мы можем и существовать. И стало понятно, что с таким наивным применением термодинамики не все так просто. Вот. Но, тем не менее, так сказать, мы в процессе, скажем, статистических каких-то там явлений в термодинамике, в статфизике, тем не менее, этот закон остался, так сказать, о нарастании энтропии, и он породил такой вопрос, нет ли действительно причин, чтобы вот в нашей Вселенной, так сказать, направление времени было предопределено. Ну, вопрос достаточно естественный, потому что мы никогда нигде не видели что-то движущееся назад по времени. Это первое. И второе, так сказать, с другой стороны, так сказать, мы имеем уравнение механики, ну, и в том числе и квантовой механики, мы имеем в них полную обратимость во времени. Если брать заплаты системы, то вот вопрос, каким образом природа все-таки настаивает на движении по времени именно в одну сторону, так сказать, оставался открытым, ну, и, собственно говоря, и до сих пор обсуждается наличие стрелы времени, так сказать. И одним из аргументов, в частности, является то, что, так сказать, мы обычно, так сказать, не видим нарастания энтропии во всех, как бы, физических и высоточных макроскопических процессах, эта энтропия только убывает. Вот. Ну, и, собственно говоря, я напомню в прошлый раз, то есть, нарастает, энтропия только нарастает. Мы не видим убывание, я говорил все это, естественно, только нарастает. То есть, по сути дела, так сказать, речь идет о том, что вот мы действительно из, в общем-то, из физической сущности, которая написывается уравнением инвариантным по отношению к обращению времени, мы имеем нечто, которое движется только в одну сторону. То есть, каким-то образом это время, движение по времени назад и движение по времени вперед неэквивалентно. Вот. Ну, и, разумеется, тут имеется большое количество философских, чисто философских изысканий. И, по-видимому, есть попытки построить, найти физические причины, по которым действительно вот эта неэквивалентность прямого и обратного хода времени, откуда это происходит. Ну, и, в частности, одна из гипотез, которая неявно, так сказать, мотивирует людей, состоит в том, что мы сами находимся в системе, которая в какой-то момент была гигантской флуктуацией и которая, как бы, опять, согласно нашим представлениям, должна постепенно релаксировать. Ну, и, соответственно, так сказать, мы погружены в эту реальность и, соответственно, каким-то образом это должно сказаться и на предпочтении, на выборе направления времени. Вот. Ну, вот одна из задач нашего исследования, которую мы в 2001 году провели, состояла в том, что мы пытались взять изначально систему, которая, ну, в каком-то смысле, ну, уравнение движений в ней инвариантны по времени. То есть, если мы рассмотрим механические уравнения, вот, то они обратимы во времени и, двигаясь вот на каждом шаге вперед или назад, мы имеем, в общем-то, эквивалентную, ну, и имеем вариантность. Вот. Но, вот, вот, если посмотреть на эту систему внимательно, строго говоря, она диссипативна. То есть, в том смысле, что она, не в смысле, вот, то, что она не Гамильтонова, а в смысле, что, вот, она, в общем-то, не сохраняет энтропию в том смысле, что, вот, точнее, ну, в том смысле, что у нее показатели Липунова положительные. То есть, у нас, если мы будем смотреть, скажем, разбегание траекторий, то оно есть, как бы, если мы живем в дебильской траектории, то они будут экспоненциально разбегаться. То есть, в принципе, так сказать, эта система обладает фаотической динамикой, в ней есть стремление к равновесию. То есть, то, что, так сказать, требуется, собственно говоря, от системы, описывающей статистическим подходом. И, вот, то, что, так сказать, энтропия в ней, вот, энтропия Калмогорова-Синая отличная от нуля, это следствие того, что, по сути дела, эта система является открытой. То есть, ее можно рассмотреть, скажем, некоторую галитонную систему с внешним воздействием. То есть, она испытывает, ну, как бы, воздействие окружающего мира. Ну, вот, каким образом, так сказать, это воздействие проявляется, ну, и может ли оно проявляться, это вопрос, как говорится, открытый. Но, тем не менее, если бы оно проявлялось, то тогда бы можно было ожидать, что после рассмотрения статистических свойств этой системы, то есть, при анализе этих больших флуктуаций, мы бы имели бы неактивалентность, там, назад-вперед. Вот, и, соответственно, так сказать, можно было бы ожидать, что, вот, какой-то механизм, который, скажем, возникает по дороге в результате хаотизации, он может каким-то образом себя проявлять. Вот, ну, а изначально, напомню, эта система, вот, на уровне, так сказать, уравнения движения, она абсолютно, так сказать, эквивалентна, то есть, инвариантна, то есть, на обращение времени. Вот, ну, и то, что, так сказать, мы реально сделали, мы рассмотрели траектории, которые отвечают последовательному применению этого отображения, и, фактически, так сказать, мы рассматривали блуждание, ну, изначальная задача была такая, что мы смотрим некоторое количество частиц, на частиц, которые блуждают по нашему фазовому объему случайным образом, ну, и, соответственно, так сказать, если мы достаточно подождем, то будут возникать фруктуации плотности, то есть, в какой-то области пространства они будут собираться в большем количестве, но потом мы можем возникать как сгущение, так и разрежение. Но в случае тогда частицы, не взаимодействующие, на самом деле, так сказать, есть замечательное прощение, состоящее в том, что вероятность, скажем, оказаться в какой-то точке для разных частиц взаимнонезависимой, и, по сути дела, мы можем задачу свести к блужданию одной отдельно взятой частицы и динамику блуждания описывать таким отображением. Ну, дальше, на самом деле, еще следующий шаг, который мы сделали, состоял в том, что, попросту, если мы, допустим, зададим какое-то начальное условие, то, в принципе, так сказать, допустим, в виде фруктуации, то, в принципе, мы всегда будем, как показывал опыт, иметь, гораздо чаще будем иметь именно релаксацию, но не, скажем, нарастание фруктуации. И, в данном случае, мы, по сути дела, рассматривали одну траекторию, которая стартовала с неких начальных условий, и смотрели, по сути дела, попадание этой частицы в некий маленький объем. После того, как, ну, фактически попадание в этот маленький объем означало, что, как бы, это вероятность того, что частица оказалась в данной точке. Если, допустим, мы имели бы n частиц, то соответствующая вероятность попадания, это же вероятность одночастичная, только в степени n. Разумеется, вот, если бы мы напрямую моделировали такую вероятность, то мы бы ее никогда бы не дождались при n уже порядка двух-трех частиц, так сказать, и уже было бы намного сложнее. Вот. А в случае, когда одна частица, то это, фактически, так сказать, если говорить конкретно, то речь шла о нескольких миллионах итераций, вот, когда мы брали достаточно маленький объем. Вот. Ну и, соответственно, когда мы... Ну, следующий факт, который состоит в том, что брать в качестве соответствующих маркеров на траектории, то есть, характеризующих степень, скажем, развития флуктуации. Ну, по сути дела, если бы у нас было n частиц, то когда в каком-то маленьком объеме у нас оказалось бы сразу большое количество частиц, это как раз соответствовало бы возрастанию плотности в соответствующее число раз. И для того, чтобы... Ну, если мы смотрим одну частицу, то, соответственно, так сказать, нужно эту вероятность возвести в число, равное числу частиц, ну, вот, фактически, так сказать, можно выбрать точку в пространстве, и вот, когда частица подходит, или находится на каком-то расстоянии от этой точки, то можно сказать, что, если бы у нас было n частиц, и они также подошли, то они бы оказались в некотором этом объеме, маленьком были на объеме. И, соответственно, я буду вас изобразить стематически, то есть, если у нас имеется вот фазовое пространство, то вот выделенная точка x0,0, вот, то мы смотрим какой-то объемчик, и когда попала одна частица, то вероятность дается просто прогонка траекторий одной частицы. Для того, чтобы получить ту же самую вероятность для n частиц, нужно соответствующую вероятность возвести в степень, равную количеству частиц, и тогда получится то, что некоторые количество, если мы возьмем, допустим, сразу воли n частиц, то тогда они будут собираться в каждый раз в каком-то объеме. И вот то, что мы фактически, так сказать, брали в качестве объема занимаемых частиц, это просто сумма, допустим, по n от t-t0, где-то выделенная точка фазового пространства, квадратик, плюс x минус x0 квадратик. Сейчас, нет, так. В правильном... Ну да, можно на самом деле так написать. Там надо было бы отдельно про импульсы координатам на сумму брать. Это фактически, так сказать, среднее расстояние от данной точки, так сказать, x минус x0 квадратик. Вот среднее квадратичное расстояние. Ну и среднее квадратичное расстояние это как бы оценка объема занимаемого вокруг выделенной точки, так сказать. Ну, если, скажем, у нас n частиц, то это, если у нас частицы находятся на среднем расстоянии, тогда в случае n частиц нам надо еще поделить на n вот это на эти среднее квадратичное расстояние и тогда фактически, так сказать, у нас вот это будет оценка фазового объема занимаемого системой n частиц. Ну, по сути дела, так сказать, обратная величина то есть плотность в фазовом объеме. Ну и, соответственно, так сказать, изучая эту величину мы фактически изучали фруктуацию плотности ансамбля частиц вокруг выбранной точки. И вот наш... А стартовали откуда? А стартовали вообще, говорю, с произвольной точки в фазовом пространстве. На самом деле, так сказать, я говорю про одну траекторию, но мы, конечно, брали несколько, так сказать, вариантов начальных данных, там случайно выбирали и, соответственно, убедились, что стартовать можно с любой точки, в результате будет один и тот же. Вот. Таким образом, мы как бы вот когда вот наша частица попадала в выделенный отбор, он уже маленький был, то мы фиксировали этот момент и смотрели вот траекторию, так сказать, частицы, проходящие через этот отбор. Если, допустим, в результате последовательных итераций несколько частиц, несколько точек попадало в этот выбранный отбор, мы выбирали точку из этих последовательных положений частицы самую близкую к выбранной координате X0 и 0 и объявляли эту великшину объявляли вершиной фруктуации. То есть фактически, так сказать, вот здесь оценка V это оценка фазового объема, мы еще делили на некоторые размерные множители, которые вот фактически есть равновесная плотность, которая фактически дает как бы среднепроградичное расстояние в случае, когда распределение частиц однодорожен по этому объему. То есть фактически у нас в среднем колебания этой величины объема в среднем в среднем объеме объеме в среднем объеме в среднем объеме V это такое отношение безразмерия. то есть фактически когда у нас система находится в резервном объеме это величина порядка единицы. Когда возникает флуктуация то вот это среднепроградичное расстояние оно отвечает уже маленькому допустим или какому-то промежуточному объему и соответственно может меняться от единицы до очень маленьких величин. Правда вероятность появления вот этого состояния очень как говорится мала. И когда мы нашли траекторию проходящую через этот маленький объем выбирали точку самую близкую к выбранной точке и объявляли это вершиной флуктуации а дальше от этой вершины строили последовательность значений вот этой величины в интервале времени от этого выбранного времени минус т плюс т то есть фактически фиксировали историю этой траектории на интервале вокруг этой самой вершины ситуации и дальше так сказать мы получали достаточно нерегулярные пивы если проводили усреднение по траектории получилась достаточно гладкая кривая с разными свойствами в зависимости от отклонения от этой вершины то есть от точки которая отвечает максимальной флуктуации разумеется так сказать чем меньше мы этот объемчик выбирали тем более глубокие такие флуктуации более большие флуктуации оказывались у нас зафиксированы ну и усреднение дало такую любопытную картину хотя так сказать мы понимали что в основном мы видим процессы релаксации но вот и вот действительно если мы будем следить за точкой то любые сгущения они стопроцентной вероятностью рассасываются достаточно быстро то есть ощущение некоторой направленности релаксационных процессов в этой системе как говорится были действительно были но если построить такого рода флуктуации то оказывается что вот средняя история этой флуктуации она абсолютно симметрична по времени вот то есть фактически так сказать это означает что мы вот и в таких ситуациях когда мы смотрим релаксацию там то есть когда изучаем рождение и релаксацию флуктуации мы на самом деле так сказать имеем дело все таки с симметричной по времени динамикой сопротивной по времени другое дело что вот у этой динамики если мы выбираем какую-то флуктуацию то в среднем так сказать есть направленность от флуктуации к равновесному состоянию но точно так же есть и направленность если мы выбрали эту же флуктуацию так сказать смотрим предысторию то видно что она нарастает то есть развивается по законам симметричным получаем симметричным обращением по времени то есть здесь фактически можно выделить два этапа это когда у нас сначала фазовый объем растет экспоненциально со временем поскольку то если по вертикальной оси логарифмическая шкала то линейный рост означает на самом деле экспоненциальный рост это связано с тем что если у нас какие-то частицы оказались близко то некоторое время пока пока эта система пока эти траектории не разойдутся на расстояние порядка минимального размера системы эта система будет эволюционировать и занимает ее фазовый объем будет расти экспоненциально но фактически так сказать вот этот наклон экспоненциального роста он связан с вказателем Люпунова но когда траектории разойдутся по крайней мере в их пространстве на расстоянии порядка единиц то есть порядка размеров системы после этого будет диффузионный рост вдоль оси импульсов это в прошлый раз говорил просто здесь более конкретно что было проверено в частности здесь белые и черные точки на самом деле отвечают разному выбору этого объема в котором мы фиксируем скажем попадание объем который фактически является определением глубины флуктуации ну и видно что изменение объема мало сказывается на поведении этой динамики ну и что еще кстати интересно то что на самом деле вот эта уже усреденная статистическая динамика она устойчива по отношению к возмущению то есть в прошлый раз не говорил но на самом деле так сказать мы проверяли устойчивость каким образом мы рассматривали строили такие флуктуации для чисто отображения кроме того мы еще делали и такие контрольные варианты то есть мы фактически накладывали некий фу достаточно небольшой но если брать допустим две соседние траектории то они при этом довольно быстро бы расходились но наличие этого шума никак не сказывается на существовании стадии вот этого самого экспоненциального роста то есть фактически это означает что вот это поведение на самом деле это усреднение по н траекториям или по инфлуктуациям это все равно что мы рассмотрели допустим такую пусть она достаточно будет редкая футуацию в которую входят н частиц то есть на самом деле вот эта зависимость которая здесь отложена в некотором смысле это макроскопическая переменная то есть по сути дела речь идет о движении системы эволюции системы в терминах макроскопических переменных и вот это движение оно оказывается достаточно устойчивым и в нем хорошо выделяется стадия как баллистическая так и диффузионная вот то есть по сути дела так сказать если мы говорим о правой части этой картинки то релаксация дело привычное так сказать и казалось бы особых как говорится возражений вопросов не вызывает но на самом деле так сказать здесь есть еще и левая часть которая отвечает как бы антидиффузии антибаллистическому такому процессу когда частицы экстенциально сходятся и разумеется когда мы накладываем шум то при этом строго говоря вместо одной флуктуации в данный момент времени мы получим флуктуацию совсем другой момент времени но после совмещения вот этих флуктуаций мы все равно получаем картинку которая по прежнему оказывается такой универсальной и может быть описана вот например в области диффузионного уравнения антидиффузионным уравнением в области вот это баллистический там будет соответственно симметричное поведение так это что такое где f здесь 0 f равно 3 где нет big function я здесь точек пропустил поэтому это и должен быть это сейчас это фактически так сказать объем минимальный объем в который сходится флуктуация когда она находится в вершине вот то есть речь идет о том что здесь величина объема была на уровне 10 минус 11 10 минус 10 это тоже кстати 10 в степени минус 10 значит и по сути дела это конечно требовал достаточно продолжительного счета этой траектории но тем не менее так сказать даже при том что объем составлял такую маленькую часть удалось набрать статистику здесь порядка 10 7 10 6 траектории 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 который отвечает траектории с данной степенью скажем локализации вершины то есть по сути дело это говорит о том что несмотря на то что мы с помощью такой стокхастической динамики в общем-то моделируем нашу привычную систему в которой мы в основном видим именно релаксацию затухания так сказать и о которой кстати очень неплохо описывается в равнениями диффузии но вот строго говоря уравнение диффузии как мы знаем оно инвариантно по отношению к обращению времени на самом деле так сказать эта система помнит о том что она произошла из системы инвариантной по времени и вот в таких макроскопических фруктуациях это проявляется вовсю вот ну вот тут как говорится я сейчас я напоминаю что там есть две стадии есть симметрия по времени есть устойчивость и вот я хочу сказать несколько слов собственно говоря почему мы сплошь и рядом это вокруг себя не видим симметрия по времени так сказать вот ну и тут в принципе так сказать напрашивается вот ну некоторые так сказать переосмысления принципа причинности то есть принцип причинности это связь причины и следствия так сказать мы как-то интуитивно всегда полагаем что причина это как говорится служит как бы причина она есть причина она вызывает следствие но строго говоря так сказать в динамике это не совсем точное так сказать хотя интуитивно кажется достаточно убедительная формулировка но она не совсем точная Потому что динамика на самом деле означает связь между собой фактов. Но, как говорится, если есть несколько фактов последовательных во времени, то говорить о том, что предшествующий факт является более важным, чем последующий факт, это проявление антропного принципа. Потому что мы сначала видим какое-то событие, потом следующее событие, мы видим как следствие этого события, а реально увидеть обращение что-то назад, допустим, сначала второе событие, потом первое. Ну, разве что детективы могут в такой ситуации попадать, когда они по последствиям вычисляют то, что предшествовало этому. Вот. Ну, и на самом деле в данной ситуации, так сказать, играет роль то, что мы выбираем вершину. Выбрав вершину, мы как бы устанавливаем некоторые последовательные события, связанных как назад по времени, так и вперед по времени. Ну, и эта связь, которая на самом деле, она и дается, в общем-то, уравнениями динамики, так сказать, она действительно, так сказать, является обратимой во времени, так сказать, в силу просто обратимости динамических уравнений. Ну, и это, несмотря на то, что мы имеем дело с системой, которая у нас достаточно предельно, можно сказать, неустойчива. Здесь показатель Липунова равен единице. То есть, если мы смотрим вот этот интервал, в котором развивается эта баллистическая стадия фунтуации, то на самом деле здесь как бы вот есть... Погрешность должна нарастать, если, допустим, было какое-то возмущение, оно будет нарастать как вперед по времени, так, собственно говоря, и назад по времени. Вот, только в одном случае у нас будет работать, скажем, одна экспонента, так сказать, в габилитоновой динамике, мы знаем, у нас в силу сохранения фазового объема есть как растущие, так и падающие экспоненты. Поэтому в одном направлении работает один экспоненциальный фактор, а в другом другой фактор. Ну, они просто по знаку отличаются, но по модулю они равны. То есть, по сути дела, так сказать, вот такая симметрия, она на самом деле заставляет немножко, так сказать, задуматься над тем, что мы реально, так сказать, считаем причиной, что следствие, и что на самом деле мы вкладываем в эти понятия. Вот. Ну, строго говоря, вот в квантовой механике тоже есть некая обратимость, потому что если мы имеем, допустим, есть измерения, которые приготовляют состояние, есть измерения, которые, так сказать, оно соответствует, как бы, на которые конечные состояния, на которые состояние с частицами проектируется на выбранное квантовое состояние. Ну, и, собственно говоря, если обратить по времени этот процесс, то тогда он тоже должен выглядеть как перемена места процесса приготовления и процесса проекции на какое-то состояние. Ну, это, так вот, ну, дальше, так сказать, я хочу немножечко поговорить о диссипативном хаосе. На самом деле, так сказать, целью сегодняшнего обсуждения в основном является такой беглый, так сказать, обзор, знакомство с тем, что реально имеет место в случае диссипативного хаоса. Ну, прежде всего, когда мы включаем, скажем, диссипативный хаос можно получить разными способами. Во-первых, так сказать, это включение в гамильтонную динамику диссипативных слагаемых, которые, по сути дела, так сказать, ну, известны, например, как яскость там, или что-то либо аналогичное. И, по сути дела, так сказать, они, на самом деле, возникают, например, при учете взаимодействия нашей системы с внешней средой, в которой, так сказать, относительно которой можно испытывать торможение и терять энергию. Ясно, что потеря энергии, так сказать, диссипация, вот в отсутствии подкачки приведет к тому, что система выберет какое-то, как минимум, локально равновесное состояние, там останется навсегда. Вот, поэтому, если говорить о хаотическом поведении системы, то, безусловно, так сказать, мы должны иметь в виду, что в этой системе должна быть какая-то внешнее, так сказать, воздействие на эту систему, и эта система принципиально должна быть открытой системой. Ну, естественно, так сказать, это воздействие может быть как некой силой зависящей от времени, так и просто, скажем, коэффициентами вязкости, там, каким-то периодическим возмущением. Или же, в крайнем случае, например, это может быть даже чисто периодическое возмущение, как в случае, когда мы рассматриваем, например, включение диссипации в стандартное отображение. В стандартное отображение можно включить эту диссипацию, и там действительно появятся точки сгущения, так называемые аттракторы. Я их сегодня показывать не буду, а я хочу поговорить немножко о других системах, о системах, которые, скажем, являются негамильтоновыми. Эти системы, на самом деле, как правило, происходят уже в результате модельного упрощения каких-то серьезных задач, и, в принципе, они могут иметь достаточно нетривиальные поведения. И в этих системах может возникать это хаотическое поведение по разным сценариям. Реально, так сказать, сейчас более-менее, так сказать, установлено наличие трех сценариев. Сначала у нас имеется какая-то точка неподвижная, то есть под действием внешних возмущений частица болтается в окрестностях этой точки. То есть это некий аттрактор. И, как говорится, внешнее воздействие только вызывает некоторые колебания. Тогда, естественно, никакого хаоса может и не быть, просто система может находиться в одной из устойчивых точек. Таких точек, в принципе, может быть достаточно велико. Но если, скажем, возмущение мало, то система болтается вблизи какой-то устойчивой точки, и там и остается. Если мы увеличим, скажем, некий внутренний параметр в системе, который, так сказать, фактически означает, который так или иначе связан, определяет уровень хаотичного движения. Ну, обычно это, например, уровень подкачки. В случае линейной системы, так сказать, с увеличением подкачки возникает все более, больше, так сказать, более интенсивное движение. И, соответственно, тогда частица может попадать в какие-то устойчивые точки, вот несколько устойчивых точек, и как-то перескакивать между ними. И это дальнейшее, так сказать, увеличение возмущения, это уже накачки, приведет к тому, что число таких точек может возрастать, возрастать. И в какой-то момент, иногда при конечном увеличении возмущения, число этих точек может стать бесконечным. И тогда возникает случайное блуждание между этими пересекшимися между собой, то есть подбожествами, пересекшимися между собой атракторами. Вот. Это, как говорится, изучалось Финьгенбаумом, Гроссманом, Томом, и в основном, так сказать, это было введено в рассмотрение в районе 1978 года. Другой механизм хаоса, который встречается в природе также, это выглядит следующим образом, что у вас имеется, скажем, в течение какого-то времени относительно регулярное движение, потом вдруг наступает какой-то интервал времени, когда частица, там, система начинает двигаться совершенно хаотическим образом, и потом снова она возвращается в какое-то регулярное состояние, эволюционирует регулярно, и так далее. Вот. Такое чередование участков регулярного и нерегулярного движения во времени называется перемежаемостью. Вот эта перемежаемость, она, вот, как бы, эти самые участки хаоса, они достаточно случайно распределены, так сказать, по времени превалифиций системы. Что такое участки хаоса? Участки хаоса, это когда, ну, я могу, скажем, схематически изобразить, на самом деле, например, у нас зависимость, допустим, какой-то величины от времени, то есть сначала идет какое-то плавное движение, потом какое-то резкое нерегулярное движение, потом снова. Это в электротехнике, по-моему, называется флигершум, например. Фактически, так сказать, какие-то случайные процессы возникают, когда система попадает в какую-то область доступных значений переменных. Вот. Ну, и так же из него выходит. Ну, я напоминаю, что речь идет, как правило, так сказать, о негабилитоновых системах, так сказать, но и, тем не менее, они есть. И, вот, кроме того, есть еще, вот, было введено, это с Роэльом Таккесом, Нью-Хаусом. Это Роэль в 71-м году обнаружил поведение, когда, вот, у нас система болтается внутри какого-то одного состояния, потом более-менее на вид регулярно, потом случайно перескаклено другое состояние, и, фактически, так сказать, это то, что, так сказать, в свое время открыл Лоренс, ну, это, как бы, было переосмысленно Роэльем. Ну, и этот вариант, ну-то, так иначе, связан со странными аттракторами. Странные они в том числе, что, в общем, в том смысле, как бы, он, вроде бы, и притягивает, но время от времени, так сказать, он отдает систему партнеру другому аттрактору, и это обмен, как говорится, между этими состояниями, так сказать, может продолжаться довольно нерегулярным образом. Вот, то есть, по сути дела, так сказать, Ну, вообще говоря, нет, то есть, это было, у Лоренца вообще не гамильтоновая система рассматривалась здесь, то есть, это, в принципе, так сказать, есть, ну, в основном, я бы сказал так, что есть, по-моему, и в гамильтоновых системах тоже есть, но в гамильтоновых засипации, скажем так, потому что чисто в гамильтоновых системах странных аттракторов нет, как и аттракторов вообще, так сказать. Это, для того, чтобы возник аттрактор, нужна диссипация, которая, как бы, приводит к несохранению фазового объема, то есть, система долго-долго там болталась в какой-то области пространства, потом она перешла, вот, может быть, достаточно, так сказать, когда накачка вознесла на нее так, чтобы ее, допустим, условно энергия возросла, то есть, она смогла перейти к другому аттрактору, потом в силу диссипативных процессов она будет постепенно приближаться к притягивающей точке, и, соответственно, такая, как бы, ну, тоже фактически чем-то в какой-то смысле является приближающейся такой динамикой, вот, то есть, строго говоря, вот все эти три сценария, так сказать, они не являются взаимоисключающими, то есть, в некоторых системах могут возникать, как такие сценарии, похожие на каждое из трех. Кстати, сценарии по какому принципу у вас, как раз, как раз, как раз, как раз? Ну, в принципе, по принципу, вот, ну, как это происходит, то есть, в первом сценарии, это у вас просто большое количество устойчивого состояния есть, вот, это, в каком-то смысле, сразу большое количество аттракторов, и, причем, эти аттракторы проявляются не сразу, а постепенно, то есть, по мере, так сказать, роста возмущения, так сказать, вот этого, то есть, ну, или энергии накачки. И, ну, тут трудно говорить о буквальной интерпретации параметра, так сказать, который описывает степень хаотичности в этой системе, потому что, ну, на самом деле, это некоторое соотношение параметров в нелинейной системе, ну, более-менее, это, скажем, приближенное соответствие между амплитудой движения, скажем, и значение этого параметра, конечно, возникает. Вот. В случае переближаемости, это, ну, это фактически, так сказать, есть, может быть, я сегодня тоже в конце лекции, так сказать, упомяну, на самом деле, пример, дальше у меня будет иллюстрация на примере двух моделей, на Лоренца и на модели логистического отображения, так сказать. Ну, ну, я просто покажу, как это может выглядеть. Ну, и вот фактически, так сказать, эти модели, они отвечают, как бы, ну, немножко разным сторонам явления, так сказать. То есть, фактически, так сказать, странные аттракторы, они подозревают наличие каких-то квазистационарных таких, хоть и какие зоны, но более-менее, это сформировавшихся мод. Вот. И вот их, когда говорят о ней, говорят обычно о турбулентности, то есть, в принципе, это возбуждение на некотором масштабе, так сказать, времен, вот, и быстрый переход от одного возбуждения к другому. Вот. В отличие, так сказать, от случаев, когда переближаемость, это, вот, все-таки, так сказать, чередование хаотического режима. И регулярного. Здесь речь идет о чередовании, ну, низких регулярных, ну, разных режимов. Вот так вот. Вот. Ну, а тот, фактически, так сказать, если мы посмотрим на примере модели Горинса, которую я сейчас перейду, то там, на самом деле, так сказать, число аттракторов вообще не меняется со временем. Вот. Ну, модель Горинса, на самом деле, выглядит достаточно просто на вид. То есть, это модель, которая состоит всего из трех уравнений. Конечно, никакой гамильтоновости в ней близко нет. То есть, это автономная система? Да, это автономная система, но дело в том, что... Автономность, ну, как бы... Автономность, это если есть сохранение энергии, да? Вообще говоря, интеграла движения как такового энергии, по-моему, просто нет. Ну, во всяком случае, это, так сказать, это нелинейная система, видно, да? Вот в третьем уравнении произведение X на Y. Вот. А первые два уравнения, они выглядят линейными, так сказать. Вот. Но, тем не менее, так сказать, вот откуда это берется? Есть несколько, так сказать, вариантов, так сказать, получения такого уравнения. Но изначально это было, Лоренцем рассматривалась атмосфера, так сказать. И в ней атмосфера представляет собой некий слой с градиентом температуры. И, соответственно, так сказать, есть циркуляционные потоки. За счет того, что поверхности, допустим, Земли температура выше, а на высоте ниже, то возможны конвективные потоки. Но такие же потоки возникают и в экспериментах, когда, допустим, снизу подогревают слой жидкости, а сверху, так сказать, стоит холодильник. Так, ну, есть такое явление, которое еще было в 19 веке, так сказать, обнаружено. И чайки бинара называются, так сказать. То есть, если мы нагреваем не очень сильно, точнее так, если мы нагреваем слабо, то конвекция не возникает. Если мы превысим какой-то порог, то возникают некоторые конвективные течения, которые можно схематически изобразить. то есть, они как-то вращаются и называют валы конвекции. Вот они вращаются как бы согласованно, так сказать. То есть, если более-менее, в одну сторону, так чередуясь, здесь у нас так, ну, тогда, правда, что периодически. Вот. Но такое, как бы, более-менее порядочное движение возникает только при ограниченном количестве, ограниченном градеенте температуры и при относительно, ну, при достаточно большой вязкости. Если у нас, как говорится, ограниченном температуре растет обычно, то тогда возникает развитие неустойчивости. То есть, эти баллы начинают как-то деформироваться и возникает как нерегулярное, на самом деле, так сказать, поведение. И, собственно говоря, вот Лоренц, вот это нерегулярное поведение, так сказать, смоделировал, пытаясь понять нерегулярности вот конвективных течений в атмосфере, так сказать. Ну, и, собственно, это был, так сказать, третий год. И когда он смоделировал в виде таких уравнений, а потом их численно, так сказать, решил, то он обнаружил, что при определенных параметрах возникает достаточно необычное поведение, так сказать. То, что называется... Что такое число «правный» для? Правда ли? Это отношение вот сейчас, это отношение... Вязкости к теплопроводности будет так. Ну, это... Сейчас, Томуха, вот я проехал, что мы сняли там одну какую-то вичинку, да? Ну, по сути дела, да. И вот... И что внутреннее у нее происходит? Ну, и вот скорость вращения, вот X – это скорость вращения. Ну, сам вот я сейчас вряд ли воспроизведу. То есть, в принципе, кто-то встречается, так сказать, мне казать, книжка. Вот, ну, вот большинство книжек как-то предпочитают его обходить, поскольку, так сказать, там несет девято. Но, тем не менее, это не приближение в пределах того, что, так сказать, вот эти волны более-менее определены. И вот, фактически, так сказать, эта модель к реальности близко только в относительно небольшом интервале параметров. Но, тем не менее, так сказать, на самом деле, эта модель, она оказалась популярна еще по той причине, что, вот, к ней, оказалось, можно свести нерегулярное поведение мод в лазерах, например. Дальше, так сказать, количество систем, на самом деле, которые сводят с приближенностью к этой системе, оказалось достаточно великой. Это вызвало интерес, и, соответственно, так сказать, это как раз было предметом изучения. Ну, я немножечко, так сказать, в качестве иллюстрации приведу картинки, которые, так сказать, ну, и режимы этой системы, так сказать. Если, скажем, вот этот R, это фактически эквивалент градиента температуры, это, так сказать, ну, сейчас у нас нормированное число релея. Релея – это отношение сейчас вязкости, по-моему, так сказать, тоже к типо-загонности, по-моему, так сказать. Ну, я точно сейчас не скажу. Значит, ну, вот, когда R достаточно мало, то вот аттрактор является вначале координат, и если у нас... А что, по осям что у нас? По осям X, Y, Z. Так, значит, здесь X, значит, Y по этой оси и Z. Ну, по сути дела, так сказать... Сейчас, а что происходит потом? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Возвращение сводится к некоторой устойчивой точке, ну, и разные траектории сходятся к этим точкам. Как где он? Вот здесь вот это идет сюда, вот это вот идет сюда. При X... А, ну, здесь у меня, на самом деле, и 1,8, то есть это уже траектории, если примерно приближаются, так сказать, к другим точкам, положение которых определяется вот таким значением. А вот картинки, отвечающие, так сказать, к первому режиму у меня здесь нет просто. А вот тут с другой режимом? Да, уже второй режим. А, понятно. Второй режим. Вот. Ну, это как-то не очень интересно, на самом деле, ну, это дальше, так сказать, в этом смысле, вторая картинка здесь показательная, но при R-10 уже видно, что траектория приходит к каким-то двум точкам, вот, и вблизи них начинают болтаться. Никакого перископа из одной и с другой нет. В смысле, все пространство, как бы, на два куска разделяется? Ну, так, пространство разделено. То есть они, два аттрактора, независимых аттрактора, так сказать, вот, к ним все, либо к одному, либо к другому сходится. Здесь две траектории показаны, одна из которых сходится к одному аттрактору, другая к другому. Вот. Что будет, если, вот, увеличивать? На самом деле, есть критическая точка, вот, когда, вот, R равняется 13, 927 приближенно там, тогда траектория, так сказать, вот, выглядит так, что если она отсюда выйдет, она вернется в эту точку, так сказать, обратно, так сказать, ну, и, вот, такой пограничный, так сказать, то есть она выйдет, поболтается и снова вернется. То есть никуда больше перескакивать не будет. Сейчас, кажется, не сквернется. Ну, вот, то есть, здесь, если... Нет, то есть траектория выходит из начала координации, сейчас начало координации, если мы найдем, так, это ноль, так, это у нас, сейчас, вот, здесь, к сожалению, ну, скажем, выходит из начала координат и, как говорится, идет вот в эту самую устойчивую точку. А потом снова вернется. А потом, вот, из нее возвращается, так сказать, обратно в начальную точку, если в начало координат, короче говоря. То есть это так называемая галлоклиническая траектория, но это соответствует только одному, значит, и фиксированному значению. И, как бы, тоже это некоторая частность, но не особенно интересная, наверное. Вот. А интересная, вот, возникает при завершении увеличения. То есть только какое-то, независимо от других параметров, да? Ну, да, вот. Ну, и вот здесь вот фактически, так сказать, идет дальнейшее развитие. Ну, на самом деле, так сказать, для нас не особенно важно, как здесь все происходит, потому что по-прежнему остается два независимых аттрактора. То есть, и пока, так сказать, ничего особенного, так сказать, интересного, такого, радикально интересного нет. Интересно начинается, когда, вот, вот у нас достигаем значения R24.06, вот тут они перекрываются, эти тракторы. Вот. Собственно говоря, и Лоренц в своей заметке, так сказать, как раз вот ее посвятил именно возможности такого перекрытия. Вот здесь происходит, как говорится, вот, то, что, так сказать, есть траектории, которые сначала вокруг одного аттрактора болтаются, потом через некоторое достаточно случайное время происходит другое, так сказать, и, по сути дела, так сказать, вот возникает, как бы, такой нерегулярный процесс уже блуждания между вот ими двумя аттракторами. Вот. Но это, как говорится, действительно интересно тем, что, ну, на первый взгляд, система абсолютно, так сказать, изначальная, которая, которая, система Лоренц, она не содержит никаких случайных величей, то есть все вроде бы гладко так там. Вроде бы, здесь даже нету этого самого, взятия по модулях, что-то было, например, в стандартном отображении, то есть видно, что здесь, как бы, достаточно гладкие уравнения, и вот возникает действительно, вот, нерегулярность, которая сводится к тому, что у нас система может квазирегулярное движение, то вблизи одного аттрактора, то вблизи другого, так сказать, совершать, но, а вот сам переход, он, ну, происходит хаотически. Вот. Ну, несколько слов я хочу сказать о реакции Белоуса, Ложебатинского, на самом деле, так сказать, уравнения, которые, так сказать, отвечают от реакции, они очень похожи на уравнения Лоренца, хотя несколько отличаются, вот. Но, вот, их история, достаточно, скажем, необычная. То есть... А в реакции там, утинии, это концентрации какие-то, да? В реакции, это, там, на самом деле, концентрации некоторых веществ, Значит, на самом деле, так сказать, я, вот, не стал здесь выписывать уравнения, там они, фактически, там участвуют несколько компонентов в реакции. Важно, что несколько компонентов в реакции. Да, есть две, два этих самых компонента, которые, если это расходуется, один является катализатором, вот, отменим три нужно. Вот, ну, в принципе, так сказать, эта реакция необычна чем? Тем, что, ну, мы привыкли, что процесс химической реакции, как правило, это процесс, такой, элозационный, ну, потому что сталкиваются частицы, как-то перегруппироваются, и, соответственно, так сказать, переходит из одного состояния в другое, так сказать, и, в принципе, так сказать, ну, как-то, если какое-то вещество, то оно, как правило, сгорает, так сказать, или там компоненты просто расходуются, так сказать, монотонно, и до тех пор пока не кончится, так сказать, один из компонентов, которые, стернодентная реакция, вот, и, когда Белогусов обнаружил колебательный режим в реакции, его все дружно, так сказать, осудили, сказали, что сумасшедшие, ну, и вообще, так сказать, ему не удалось опубликовать ни в каком научном журнале вот этот результат. А это не отеянности было? Там вроде когда-то демонстрировали там цвет, все, не отеянности. В том-то и дело, что, вот, эта история развивалась в 51-м году. В 51-м году он обнаружил колебательный процесс, и там цвет менялся явным образом. Вот. Но это действительно достаточно яркая история, поскольку, так сказать, когда он пришел с этим, как говорится, с химическими реакциями в редакцию, чтобы, так сказать, доказать, его просто выдали. Вот это действительно невероятный такой факт. Но он после этого обиделся. На самом деле, здесь еще сыграла свою роль, что он не работал в научном химическом институте, где-то там в околоприкладной деятельности химической в то время был задействован. Вот. И он долго, так сказать, пытался всеми правдами и неправдами, но говорили, что это есть. И, собственно, говоря, опубликовать таки удалось восемь лет спустя в каком-то ведомственном сборнике, даже не в журнале, которые, как правило, никто не читал. А уже позже Жаботинскому предложили повторить. Он, кстати, обратился, попробовал, действительно убедился, что все работает. Он попробовал к этим работам подключить Белоусов, но Белоусов отмахнулся, сказал, что все в эти игры больше не играет, так сказать. Ну и, короче говоря, такая вот человеческая драма вокруг вот этого в общем-то открытия. Но на самом деле это интересно является еще и не только то, что здесь есть колебательные процессы, а дело в том, что при определенных соотношениях концентраций возникают нерегулярные хаотические колебания, которые, уже становятся неупорядочными, случайными. И вот это тоже проявление вот этой самой нерегидной свойств модели, которая на самом деле... в реакции белоусова возникает просто автоколебательный процесс. То есть постоянно периодом вот. И если поддерживает там, на самом деле определенное соотношение концентрации, то этот период действительно, так сказать, постоянен во времени и там даже шли разговоры, что можно сделать химические чистые, например, даже после того, как это было призвано все. То есть в принципе такой регулярный колебательный решение. Но поскольку это никак не укладывалось в голове обычных химиков, так сказать, то, кстати, это довольно странно, потому что вот такие, скажем, колебательные процессы, типа газодинамических колебаний в двигателях, например, тоже возникают. тоже там на самом деле связано с тем, что процесс сгорания может происходить конкурентным образом между разными, так сказать, химическими процессами. И плюс там еще ну там, конечно, даже если есть всего два компонента, еще есть как бы меняющиеся эти самые условия сгорания, которые фактически тоже являются некой связью, которая может заменить недостающую концентрацию, то есть недостающую переменную. Но вот если вернуться действительно к этому, то... Так, эта система она не замкнутая, да, вот в случае реакции, в случае реакции, ситуация там вот конкретно вот как то, что смотрел белорусов, там на самом деле реакция шла достаточно долгое время, то есть несколько минут или даже десятков минут в некотором интервале концентрации. То есть вещество расходовалось, но при определенном соотношении между компонентами она при меньшей концентрации тоже давала колебания, которые в конце концов как-то когда объединялось состав, они задухали на самом деле, но выглядел действительно совершенно неожиданно и поэтому я понимаю, что проблемы как говорится уложить это в голове людей, которые всю жизнь занимались химией и ничего подобного не видели, наверное достаточно серьезны. фактически это как раз случай простой системы уравнений где всего три уравнения. На самом деле интересные характерические фокусы будут быть даже совсем в простом уравнении. Правда здесь операция взятия по модулю есть. Смысл этого уравнения тоже достаточно широкий. Вот представьте себе, что у вас есть какое-то там ну это можно и предположительно примитивно к биологии есть что-то там которое разглажается и следующее поколение число следующем поколении пропорционально количество особей предыдущих поколений. Но с другой стороны есть еще как бы ограничение что если у вас слишком много особей нарождается то они тогда начинают голодать соответственно и должен быть фактор который дает обратную зависимость. Как модель возникает такой простой квадратичный мак. И вот это отображение оказалось необычно богато по своим свойствам. вопросом я тоже его только вкратце обозрю но на самом деле этим занимаются люди с разным достаточно разным эффектом здесь много интересных эффектов если говорить вкратце то видно что если у нас R молот то популяция просто выглядит очень просто если допустим молот тогда вот этой части можно пренебречь а это сжимающий будет фактор если рмень чуть едится и тогда просто как говорится потенциальное сбухание поэтому поведение при рмень шей единице достаточно понятно на самом деле поскольку здесь есть не просто x а единица минус x грубо говоря среднем это в районе половинки есть еще кроме единицы есть еще граница двойка возникает понятно прохожу то есть хранение вот и в этом интервале на самом деле численность стопуляции выходит на некоторую константу вот она кстати здесь показана так вот и так тянется до тройки тянется вот так значит сейчас вот мы видим до тройки тянется потом возникает бифрукация вот то есть возникает два устойчивых состояния вот и фактически так сказать в зависимости от того откуда мы старталуем стриб ну да потому что мы можем как на самом деле если фактически фактически таскать две устойчивых точек которые мы ближе попадем тайт дальше ну и зависит естественно от начального параметра если попали сюда то здесь если попали как-то сюда ну удвоение как бы часа состояния потом еще при три четыре с чем возникает еще одно удвоение состояния это то что я говорил первый сценарий помните первый сценарий фактически то есть на самом деле так сказать вот как говорится здесь он тоже при конечном р обрывается видите здесь еще раз удвоение а потом пошло большое количество этих самых случайных этих значений и тут уже возникает хаос ну вот что интересно что хаос на самом деле здесь геохаотических областей видно что вот в этой области есть потом здесь это диапазон значений так сказать здесь нету сточек то есть они либо сюда либо сюда спаливаются и вот фактически так сказать сначала здесь возникает сколько видно что светлые пятнышки даются в эту область в каком-то какой-то момент возникает большое количество этих случайных областей хаотического движения которые дальше перекрываются сначала вот в этом интервале перекрылись потом вот в этом интервале перекрылись вот и казалось бы хаос должен был наступить но вот здесь опять как говорится возникают по сути дела несколько устойчивых состояний ну и собственно говоря потом возникает снова так сказать некая так сказать область хаотичного движения более-менее сплошная хотя нельзя назвать ее эргоничным здесь плотность значений как-то непостоянно вот и потом еще одна область где практически так сказать остается некоторое количество устойчивых значений потом возникает по сути дела еще одна область а дальше где-то больше четверки там уже снова возникает сплошно хаотический режим то есть что интересно система очень проста на вид и когда у вас будет так сказать ну она может возникать например в таких ситуациях например в экономике так сказать говорится доход растет пропорционально вложенным средствам правильно но как говорится если правительство захочет как-то урезать доходы то оно может попросту например ввести так сказать границу и как говорится и когда приближается граница это доход так сказать зарезается как бы да вот этим фактором единица минус х вот ну и казалось бы что неожиданно в этой системе казалось бы должно эффективно регулировать доходы однако так сказать мы как видим что доходы могут хаотизироваться в итоге так сказать то есть они стать сильно нерегулярными то есть система оказывается неустойчивой и соответственно так сказать ну вместо такого простого так сказать регулирования мы имеем так сказать полностью дезорганизованную систему на самом деле потому что понятно что если доход начинает скакать у какого производителя то он просто разорится ну потому что если скажем низнепорок ну какой-то низнепорок у него есть ну здесь есть чуть дальше пошли все то есть он может оказаться на дне несмотря на не на что то есть и это не связано с какими-то его причинами это связано с таким механизмом воздействия на него и собственно говоря то есть этот пример на самом деле иллюстрирует то что нелинейные явления нелинейная динамика они могут иметь достаточно широкую область реализации и в том числе в таких местах где казалось бы мы ничего не должны особенного ожидать но вот тем не менее простая на первый взгляд математическая зависимость она может порождать совершенно так сказать сложное непредсказуемое поведение вот но сегодня наверное сегодня будет все то есть следующая тема которая у нас будет это вот я расскажу про нелинейную динамику многочастичных систем про модель телеконтеров и связь ее как говорится со стандартным отображением так сказать ну и как говорится там тоже будет фактически так сказать некий набор результатов тогда скажем динамическая система имеет свой прообраз в структурных свойствах многочастичных систем то есть в общем-то из системы более-менее организованной могут возникать при каких-то режимах вполне хаотизированное состояние которых к тому же очень много то есть в этом смысле это можно рассматривать и как модель стекла например которая аморфовна и тем не менее стабильна неупорядоченность она возникает как бы динамически может быть зафиксирована каким-то локальным равновесием ну ладно на связи спасибо